Да, этот мир довольно опасен, но я все же настоятельно рекомендую отправить кого-нибудь из наших. Не вся же слава должна достаться ребятам из Эктр-Си. Я понимаю ваш пыл, доктор Кастел, и постараюсь убедить доктора Вэнса взять еще кого-нибудь в эту экспедицию. Но все документы пойдут именно через господина Брина. Научно-исследовательский комплекс Black Mesa основан в 50-е во время Холодной войны. Расположена в пустыне Нью-Мексико, США, является собственностью правительства и одной из ведущих следовательских компаний в мире. В комплексе ведутся исследования в области ракетостроения, гидравлика, робототехника, генетика, а также в области химии и физики. Кроме официальных исследований, в лаборатории комплекса проводятся засекреченные проекты, такие как высокотехнологичное оружие, защитные системы, телепортация и изучение мира Зен – одно из самых опасных исследований. Иногда такие путешествия в межпространственные миры стоят жизни. Black Mesa – это огромный комплекс с сотнями сотрудниками и тысячами помещений. Это огромная компания, имеющая невероятные технологии, поэтому все помещения сектора строго охраняются. Для доступа в то или иное помещение каждый сотрудник должен иметь соответствующий доступ. Black Mesa – несколько секторов, которые выполняют особую функцию. Сектор A – используется для обучения сотрудников как научного персонала, так и охранников комплекса. Сектор B – сектор для обслуживания гостей, а также на нижних уровнях расположена канализация. Сектор C – испытательные лаборатории, также расположены телепортационные технологии антимасс-спектрометр. Сектор D – сектор для административного комплекса, место как для работы, так и для отдыха сотрудника. Сектор E – комплекс биокупол, там расположена флора и фауна мира Зен для изучения. Сектор F – комплекс лямбда, самый засекреченный комплекс. В нем расположен ядерный реактор и самый большой телепорт в мир Зен. Сектор G – гидроэлектростанция, обеспечивает энергию комплекс, его транспортную сеть и трансформаторные подстанции. Также в этом секторе имеется главное водохранилище, грузовые склады и автомобильные парки. Сейчас я поговорю лично с доктором Брином. Если он все одобрит, мы пошлем Далласа. Надеюсь. Хотелось бы узнать все. Извините, но доступ в эту зону разрешен только доктору Роубинсу. Да ладно, я с ним. Я тогда сам разберусь. Поговорю с ним и попробую его убедить. В Блэк Мезо уже вовсю готовились открыть новый портал. Следующая экспедиция должна будет пройти еще в неизведанную территорию Зен. Уоллес Брин. Администратор Блэк Мезо. Про Брина имеется мало информации. Единственное, что известно, то что Уоллес сделал все возможное для того, чтобы найти кристалл, который впоследствии будет использовать команда аномальных материалов. Ученые вставят в этот кристалл в масс-спектрометр для того, чтобы его изучить. Также Брин сотрудничает с правительством и часто подчиняется приказам даже в убытокомпании. Уоллес Брин был далеко не последним человеком. Он входил в состав команды аномальных материалов, которые занимались изучением различных неизвестных предметов из мира Зен. В эту команду входили лучшие из лучших. Элай Вэнс, Гарольд Макгрегори, Гордон Фриман, Колит Грин, Розенберг, Симмонс, Айзек Клянер, Арне Мангунсон, Уолтер Беннет. Все эти люди лучшие ученые, которые занимались изучением аномальных материалов из мира Зен. Ну, что там? Уоллес сказал, что завтра в 9 утра будет запущен масс-спектрометр для изучения какого-то кристалла. А после, где-то на следующей неделе, он попробует убедить высшее руководство пополнить команду нашим парням. Если Даллас отправится в мир Зен, у нас будет больше возможностей для изучений. А ты все гонишься за великими открытиями. Гонка между научными командами была обычным делом. Для достижения великих целей команда ученых отказывалась от стандартных космического скафандра, так как он был неудобен и мешал работать в мире Зен. Поэтому был создан костюм Марк, который после многочисленных модернизаций обзавелся названием Хэв. Костюм для опасной среды. Сейчас самая последняя версия костюма это 4.2.424. Костюм защищает своего носителя от опасных внешних факторов. Также в него встроены устройство указывающее здоровье и безопас, фонарик, автоматическое введение морфия, радиометр, дополнительный модуль для дальних прыжков, радио, устройство слежения, система наведения. Костюм имеет дополнительный шлем, который обеспечивает безопасность головы своего носителя, а также дает возможность работать в мире Зен. Эй, Даллас, не доело просто так жопу просиживать на работе? Я слышал, завтра команда аномальных материалов будет изучать какой-то кристалл. Да мне-то что? Я готовлюсь прыгнуть в телепорт. Ты-то здесь при чём? Ты всего лишь техник. Следующая экспедиция будет довольно серьёзная. Понравится оборудование? Ни у кого нет техника в команде. Даже у тех из аномальных материалов. Не думаю, что без тебя там лампочки не заменят. Ха-ха-ха. Просто есть намного могущественнее и разумнее существа. Поэтому в каждую экспедицию проходит тщательный отбор. Не каждому учёному не удавалось вступить в команду исследователей новых миров. Это ещё что такое? И что за паренёк в синем пиджачке? Какая-то большая шишка. Ты в курсе, что мы завтра дежурим в секторе Си возле аномальных материалов? Твою мать, опять завтра в 6 утра вставать. Да, придётся. Ну, ты знаешь, вдруг что-то случится. Да что в этой дыре может случиться? 16 мая по 7.30 утра запланирован эксперимент тестовой камеры Си-33А, где находится масс-спектрометр для ручного управления. С помощью спектрометра будет изучен кристалл, который был найден в мире Зен. Позже выяснилось, что руководителю аномальной группы Элайо Вэнсу будет поставлена задача увеличить мощность спектрометра до 105%. Элайо будет категорически против. Но приказы с ним никто не собирался обсуждать. Элайо Вэнс, учёный Блэк Мезо, руководитель команды аномальных материалов. Элайо закончил Гарвард, у него есть жена Азиан и дочь Аликс, которые живут в комплексе Блэк Мезо. Элайо принимает непосредственное участие во всех действиях команды аномальных материалов. Он является одним из лучших учёных в комплексе. В дальнейшем он изобретет гравитационную пушку, которая раз и навсегда лишит работы грузчиков всего мира. Я настоятельно рекомендую вам двоим завтра присутствовать на эксперименте в секторе Си в аномальных материалах. Доступ я вам выпишу. А я-то чё? Ты должен быть в курсе событий. Посмотришь что да как. Понравишься в команде Вэнса, точно примешь участие в следующей экспедиции. И тогда доктор Кастл сможет сделать свои исследования. Да, и пожалуйста, не облажайся. Следующий день будет очень важен для Блэк Мезо. Кристалл, который будет изучаться, может позволить компании облегчить процесс перемещения в мир Зен. Этот кристалл уменьшит сопрошенные ресурсы, и учёные смогут чаще телепортироваться в другой мир. Но не только Блэк Мезо является компанией, которая занимается секретными проектами правительства США. Весь этот проект телепортации делится между Блэк Мезо и Opportunity Size, которые расположены в Мичигане, штата Огайо. Эти две компании являются конкурентами, но грантное изучение мира Зен выиграло именно Блэк Мезо. Ребята, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok